Здравствуйте, граждане всего мира! Последние годы становятся все более очевидным, что наше общество управляется тайной властью с помощью сети влиятельных лиц, которые тянут за собой скрытые за политической ареной струны и создают войны, экономические кризисы и бедность, терроризм и перевороты с целью обезвредить всех остальных и удержаться на вершине пирамиды власти. Элиты формируются из банковских семей, которые в течение многих поколений управляли крупнейшими частными и центральными банками-монархиями из стран Европы и стран Персидского залива. Темные дворяне, которые являются потомками римских аристократических семей и Ватикана, которые накопили огромное количество богатств на протяжении последних веков, семьями и бизнесменами, которые стали чрезвычайно богатыми и влиятельными, как Сорос, Билл Гейтс, семья Буша и так далее. Все эти люди не только имеют тесные контакты через тайные общества, такие как Круглый стол, Череп и Кости, Бильдербергская встреча, Комитет 300 и так далее. Но они также вступали в браки друг с другом в течение поколений. Все они взаимосвязаны, и они, как большая семья, хорошо известны. Варбург, Ротшильды, Рокфеллеры и так далее вступают в браки друг с другом на протяжении многих поколений. Кроме того, они одержимы дурацкими идеями и Евгеникой. Они считают, что они интеллектуально превосходят остальных, и они не хотят пересекаться с теми, кто является частью масс. Эти глобальные элиты настолько богаты, потому что им принадлежат прямо или они акционеры многих крупнейших корпораций и банков. Они также владеют важной частью земли и ресурсами земли. И если они могут контролировать остальных из нас, то это потому, что они размещают себя или своих агентов на ключевых позициях важных институтов нашего общества, таких как правительственные банки, в разведывательных агентствах и так далее. Поэтому в этом видео мы кратко покажем некоторые инструменты, используемые этой сетью психопатичных и крайне богатых личностей, чтобы уничтожить суверенитет наций и проработить всех нас. Субтитры создавал DimaTorzok Наиболее важным институтом, который элиты использовали для порабощения человечества, центральные банки. Эти институты используются в качестве оружия для создания экономического кризиса, который они делают, контролируя денежно-кредитную политику, которую они создают в период расширения, когда они дают дешевые кредиты всем, а затем внезапно сокращают денежную массу, провоцируя экономические спады и банкротства, которые обнищают людей правительства, которые, в свою очередь, обогащают крупные банки, принадлежащие элитам, которые сожрали активы предприятий банкротов и мелких банков. Другие важные институты организации, контролируемые членами элит и используемые для порабощения всех нас разведывательные агентства, такие как ЦРУ и МИ-6, эти учреждения являются врагами номер один демократий, так как они вкладывают большую часть своих бюджетов в свержение правительств во всем мире. Это хорошо документировано, что за последние 70 лет Англо-Американская империя свергла по меньшей мере 90 демократически избранных правительств по всему миру. Всякий раз, когда появляется правительство, которое хочет перераспределить богатство и поднять налоги богатым, или национализировать некоторые компании, или регулирует финансовую систему, тогда секретные службы начинают свою работу, чтобы дестабилизировать правительство и свергнуть их некоторыми общими методами, которые используют спецслужбы для достижения этого. Это пропаганда. Ложь, убийства, ложные обвинения, ложные атаки, финансирование терроризма и демонстраций, наложение санкций и эмбарго, снижение цены на нефть и так далее. Так что давайте посмотрим длинный список переворотов правительства Соединенных Штатов с момента Второй мировой войны. Помните, что политика правительства США контролируется элитами, которые разместили своих людей на ключевых позициях правительства. Звездочка указывает на успешное свержение правительства. Другие институты, которые элиты используют для свержения правительств, это неправительственные организации, такие как Национальный институт демократии, Агентство США по международному развитию или Открытое общество, основанное Джорджем Цоросом. Эти институты используются для финансирования политических партий во всем мире, которые продвигают интересы элит нового мирового порядка. Поэтому, когда в стране появляются популистские партии, эти фонды и неправительственные организации начнут щедро финансировать политическую кампанию оппозиционных партий, чтобы предотвратить переход к власти политиков-народников. Как только разведывательным, агентствам удастся свергнуть демократическое правительство, элиты заменяют их психопатами и коррумпированными политиками, которые будут готовы разрешить властям иностранных корпораций и элитам грабить их страны и объединять своих граждан, которые не хотят и ненавидят этих диктаторов. Они могут держаться за власть на протяжении многих лет, потому что они получают экономическую, дипломатическую и военную поддержку от наших правительств и глобалистской элиты. Например, англо-американская империя поддерживала деспотические монархи из стран Персидского залива как минимум столетия, чтобы в следующий раз вы, критикуя исламский терроризм, помнили, что именно ваше правительство на первом месте оказывает поддержку этим диктаторам, которые финансируют терроризм с помощью нефтедолларов. Но в последние 60 лет, У.С. государства у нас пытается оверхотить доценности демократически выбраны, иногда успешно, иногда не успешно. Они также угрозили в доценности демократических элитов в мире. Это будет трудно назвать диктаторскую диктаторию Другие банковские учреждения, которые элиты используют для обнищания всех нас и разрушаются в суверенитет стран, это Всеверный банк и Международный валютный фонд. Эти банки предоставляют взаймы странам, которые вознуждаются в кредите, но взамен они вынуждают эти страны делать структурные реформы. Такие как приватизация, девальвация валюты, снятие тарифных барьеров, устранение государственных субсидий, сокращение социальных расходов и т.д. Все эти меры разрушают экономику стран и позволяют иностранным корпорациям, принадлежащим новому мировому порядку, торгаться на их рынке и грабить их ресурсы. И помните, если страны не согласятся с требованиями, установленными Всемирным банком или МВФ, их политические деятели просто будут подкуплены, убиты или свергнуты нашими спецслужбами. Другой метод, который элиты использовали для разрушения демократии, заключается в том, чтобы заставить или убедить страны совершить торговые сделки, в результате которых суверенитет этих стран контролирует корпорации, потому что эти торговые сделки содержат положение, позволяющие корпорациям и иностранным инвесторам предъявлять иски правительствам, если они не одобряют законы или правила, которые влияют на доходы корпораций. Поэтому сейчас наш вопрос в том, где демократия? Если корпорации могут управлять правительством для принятия положений, не защищающих права человека и окружающей среды. Помните, если страна не хочет присоединиться к этим соглашениям о свободной торговле, наши разведслужбы обязательно подкупят или свергнут это правительство? Если, конечно, ИАЦ не сможет свергнуть правительство с помощью обычных методов пропаганды, санкций и так далее, они начнут войну. Примерно через 10 дней после 11 сентября я был в Пентагоне и встречался с министром Раншфелл и заместителем министра Луфа. Я спустился вниз, чтобы позорваться с лукминскими где-то начальников штабов, которые раньше работали со мной. И один из генералов сказал мне зайти к нему. Он сказал, «Сэр, вы должны зайти на секунду и поговорить со мной». Я сказал, «Вы же очень заняты». Он сказал, «Нет-нет». Он сказал, что «Мы приняли решение, что начнем войну с Ираком». Это было 20 сентября или примерно тогда. Я спросил, «Мы будем воевать с Ираком?» «Зачем?» Он ответил, «Я уже не знаю». Он сказал, «Думаю, они еще не знают, что еще делать». И я тогда спросил, «Они что, нашли информацию, связывающую Саддама с Аль-Каидой?» Он ответил, «Нет-нет». Он сказал, «В этом плане нет ничего нового. Они просто приняли решение начать войну с Ираком». Он сказал, «Думаю, это так. Словно, мы не знаем, что делать с террористами. Но у нас хорошая армия, и мы можем с ним от правительства». Я вернулся повидаться с ней несколько недель спустя. И к этому времени мы уже бомбили Афганистан. Я спросил, «Мы все еще собираемся воевать с Ираком?» И он ответил, «Даже хуже того». Как только элиты примут решение за закрытыми дверями, чтобы создать войну, они будут главным образом использовать три метода, чтобы разжечь конфликт и столкнуть нации друг с другом. Организовать террористические акты под фальшивым предлогом против своих собственных сограждан, такие как 9 сентября или Тонкинский инцидент во Вьетнаме. Другие вещи, которые делаются для того, чтобы разжечь войну, это облегчить атаки вражеских стран. Например, во время Первой мировой войны Соединенные Штаты отправили в Лузитанию полную пассажиров и оружия в немецкие воды. И это хорошо документировано к настоящему времени. Правительство США предупредило и расшифровало сообщение, в котором указывались знания о нападении на Пёрл-Харбор. Однако разведка США решила не предупреждать Пёрл-Харбор о надвигающейся атаке, чтобы её можно было использовать в качестве предлога, чтобы убедить массы присоединиться к мировой войне. Ещё одна вещь, которую разведывательные агентства, контролируемые элитами, делают, это оправдание войны, подпитывая СМИ и информационные агентства лживой пропагандой, ложными обвинениями и так далее, чтобы привить ненависть к сознанию граждан по отношению к другим нациям, чтобы элиты могли почувствовать поддержку в империалистических войнах, не считая того, что медиа-корпорации, принадлежащие миллиардерам, которые являются членами или родственниками тех же глобалистских элит, которым принадлежат банки и крупные корпорации. Наконец, самый распространённый инструмент, используемый для разжигания империалистических войн, это создание терроризма. Новая история показывает, что террористы финансируются вооружёнными силами и пропагандируются элитами и их разведывательными агентствами, главным образом для достижения двух целей – начать гражданские войны в странах, не подготовленных и нежелательных правительствах, создать конфликты, которые могут быть использованы в качестве предлога для военных вмешательств в зарубежных странах и начала империалистической войны. Хорошим примером этого являются Косово, Сирия или Ливия. Так как мы недавно видели дорогие братья и сёстры, существует хорошо взаимосвязанная сеть влиятельных людей, которые контролируют банки, сумели поработить корпорации, спецслужбы и другие финансовые институты. Все эти элиты, они создают войны, а не финансируют терроризм. И они промывают мозги массом, человечество порабощено. Поэтому, пожалуйста, дорогие братья и сёстры, начинайте открывать глаза и начинайте осознавать истинную силу этой элиты и то, как они манипулируют мировыми сознаниями. Надеюсь, это видео помогло зрителю немного пробудиться. Мы – анонимы, и мы боремся за лучший мир. Мы не прощаем, мы не забываем. Ждите нас. Нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова